Друзья, здравствуйте! Я вас приветствую вновь на своем канале. Заглянула сегодня в Зару буквально ненадолго и решила вас взять с собой. Ведь летний сезон впереди. Может быть, что-нибудь новенькое, интересное увидим. Вот этот сарафанчик мы уже видели. 46 долларов. Подойдет для девочек, у которых очень маленькая грудь. Иначе никак. Такие шортики джинсовые. Симпатичные. Вот такие костюмы тоже. Но это не первый раз я вижу, они уже были. Можно отдельно, конечно, купить. Кофточка стоит 70 долларов. А юбка стоит... Сейчас посмотрим, сколько юбка стоит. Ну вот, юбка как-то мне даже больше нравится, чем кофта. 90 долларов. По-моему, у юбки фасон более универсальный, чем у кофточки. Кофточка не всем подойдет, такой фасон. Вот такие футболки за 30 долларов. Видите, лицо девушки. Но какое-то оно очень уж грустное. Я бы сказала, я бы не вдохновилась таким лицом. Правда, очень красиво с голубыми джинсами такая футболочка. Видите, такие они, как больше, как бриджи. Но эта тема уже не первая. Не первый раз звучит, скажем так. И платья такие были. А вот это рубашки и юбки. Я думаю, что очень красиво. Кружева. 90 долларов юбка стоит. Но вот юбочка тоже мне как-то больше нравится. Хотя с рубашкой тоже красиво будет. Настроенная девушка, почему бы и нет. Красивый комплект. Вот эти рубашечки мне еще в тот раз понравились. Очень приятные. Очень-очень-очень. Посмотрите, как сделано. Потрясающе. И хлопок. Качество очень приятное. 50 долларов. Обычные прямые рубашечки. Вот посмотрите, какие топы. Тоже не каждый оденет. Я считаю, это для совсем молодой устроенной девушки. Есть шортики белые тоже. Они немножечко-немножечко раскрешенные. Вот такие шортики. Плотненькие. Не для жаркого лета. Это носи нашего точно. Вот эти симпатичные брюки мне тоже понравились. Очень приятная легкая ткань. Просто необыкновенная. Может быть, даже это шелк. Потому что ткань волшебная. Сейчас посмотрим, сколько стоят такие брюки. 90 долларов. Вот так они сделаны. Ткань просто... Вот, но не представляете, какая она приятная на ощупь. И, как будто, немножечко даже блестит. Но слегка-слегка. Очень напоминает шелк. Мне, конечно, интересно, какой здесь состав. Посмотреть. Тоже обратили на себя внимание рубашки. Посмотрите, как сделано. Как вышивка такая. Особенная, да? Я не специалист. Специалисты. Скажите, как это называется? Такой тип вышивки. Я называю вышивкой, потому что здесь вышивка тоже присутствует. 90 долларов рубашка. Конечно, черный цвет для лета. Может быть, не самый лучший вариант. Она плотненькая. Но, безусловно, красиво смотрится. Очень красивая. Предлагаются вот такие брючки. Такой рубашки надеть. Я считаю, великолепное сочетание. Очень богатый вид. Мне очень нравится. Смотрите, как красиво будет смотреться вместе. Еще и шортики в такой рубашке. Тоже вариант. Видите, какие шортики. Но они на подкладочке. Все грамотно. Много вещей в таком стиле. Видите, рубашки такие. И шортики тоже к ним. Вот такие можно как комплект. Очень симпатичные. Как шортики юбочка. И вот такие в народном стиле. И те, которые я уже показывала. Очень, кстати, приятные такие шортики. Обратила внимание на такие костюмы. Очень, конечно, интересно смотрится ткань. Опять-таки, вещи можно по отдельности купить. Давайте посмотрим, какой состав. Но легкая, приятная ткань. Вот посмотрите, как сзади оформлена. Вот это вверх топ, сзади на молнии. Вот. А брючки. Сейчас посмотрим, как сделаны брючки. А брючки вот такие. Вот, конечно, очень интересно смотрится. Прямо преливается на выход. Надеть будет красиво. А сзади резиночка такая. Расквешеные брючки. 70 долларов. Кофточка. Сколько кофточка стоит? 46 долларов. Платье а-ля ночная рубашка. Ну, я бы сказала, немного все-таки. Мне не очень нравится. Костовато смотрится. 129 долларов. Цвет красивый. А так все-таки. Наверное, сядет неплохо. Но ткань не смотрится богато. Есть вот такие юбочки, как грубый лен. Тоже вариант. Ну, совсем такой простой вариант. 90 долларов. Говорят, в простоте тоже красота. Но я бы поспорилась по поводу конкретно этой юбки. Я не сказала бы, что она супер красивая. А вот это красиво сделано. Смотрите. 90 долларов. Как оформлена здесь, да? Рубаха такая. И манжет тоже оформлен. Похоже. Кому подойдет, красиво будет смотреться. Тоже такой вариант. Достаточно новый. Из новой коллекции. Посмотрите, как сделано. Цвет такой богатый. Смотрите, какая красота. Это брючки легкие-легкие. А это рубашка. Можно купить, как костюм. Очень легкая и приятная ткань. Думаю, что синтетика 90 долларов. Рубашка, а брючки тоже 90 долларов. Красиво смотрится. Смотрите, какие босоножки предлагают. Посмотрите, какая обувь. Как будто бы наши бабушки такую одевали. Да? Предлагается Заре. И вот она предлагается вот в такой одежде. Цвета красивые такие. Вообще, вот это леопард Заре. Они на миллион вещей уже сшили из такой ткани. Кстати, ткань необыкновенно легкая. Это хлопок. Просто невесомый. Для жаркого лета волшебная ткань. Это уже такой более круглый вариант. Видите, можно такой костюм купить. Я такую рубашку покупала. Она очень-очень удобная, легкая. Можно засучить рукав, вообще летом надевать. Потому что она невесомая. Безумная, приятная, легкая качество ткани. Брюки тоже предлагаются. Очень легкие. Но на мент они не сели. А вообще, предполагаю, что очень красивый костюм на лето. И легкий. Самое главное, потому что у нас жаркий штат. Тоже зеленое платье. Посмотрите. Красиво сделано. Что-то в нем есть. Интересное. Особенно цвет. Из этого же леопарда платье. Видите, как сделано. Кстати, купила такое платье. Мне понравилось. И стирается легко. И гладить не нужно. Смотрите, как легчайшая ткань. Я все думаю всегда о нашем климате. Вот такое. Раскрешенное. А здесь боковые карманы. Тоже очень приятные платья. Внутренние куговички наполовину сделаны. Обратите внимание на обувь. Посмотрите. Какая она прямо. Леопард, леопард. Красиво сделаны обувь. 50 долларов. Очень красиво. Не знаю, насколько удобные. Но красивые. Тоже обувь красивая в зале. Предлагается к леопардовой одежде. Сейчас покажу, какой. Красиво сделаны. Но они жесткие. Очень жесткая подушья. Вот, например, к такому леопардовому платью. Или к этой одежде. Вот этот вариант. Я такую рубашку покупала. Но неудобство было в том, что вот так завязывается сбоку. Покупала голубую. Немного другой фасон. С длинным боковым. Неудобство в том, что она очень мноющаяся была. Этот узел. Один раз завяжешь, он весь мятый. Все рубашка мятая. Ну, может быть, это не такая мноющаяся конкретно. Кстати, ткань приятная. 49 долларов рубашка. Но это у них очень актуальный вариант. Джинсы в Заре. В основном они очень плотные. Из очень плотной ткани. На мой взгляд, хороши на позднюю осень, на зиму. По крайней мере, в нашем штате Теннесси. Качество неплохое, по-моему. Потому что они тянутся, растягиваются и плотненькие. Ну, это разные варианты. Красивое платье в Заре. Посмотрите, какая расцветка летняя, приятная. 70 долларов. Не знаю, как оно садится, но очень приятное платье. И, как всегда, украшения Зары поражают своим оригинальным дизайном. Они крупные, они тяжелые в основном, хотя не все. Вот посмотрите на это потрясающее украшение. Оно тяжелое, оно неудобное. Но как сделано красиво. Кстати, я вам показывала брючки, а здесь к ним есть еще рубашка вот такая. Помните, вы только что показывала? Ну, очень ярко-синий цвет. Такая блуза. И широкие брюки. Красивый цвет электрик. Вот такие тоже брючки. Видите, широкие, расцветные. Кстати, босоножки красивые предлагаются. Золото. И вверх. Топ. Топ вот такой, как фиджачок. То есть, снизу надо, наверное, еще и топик надеть. Красиво. Костюм кому подойдет, очень красиво. Топ стоит 70 долларов. Сделано красиво. Посмотрите, какое платье интересное. И обувь интересная представлена. Но вот не мой стиль, не мой любимый стиль. Но не могу не отметить красоту этого. Приятнейшее на ощупь камень. Волшебное на ощупь камень. Стоит 70 долларов. Кому подойдет, кто такой стиль любит и носит, это просто волшебство, я вам скажу. Костяки тоже красивые. 90 долларов. Костяки тоже красивые. Смотрите, какое платье. 80 долларов. Все плессировано. Все. Оно выглядит, как будто оно розоватое. Почему-то такая съемка. На самом деле, оно молочного цвета. Вот такой костюмчик кому подойдет. Худенькой, молоденькой девушке. Красиво. Красивое платье, только очень плотная ткань. И видите, сейчас ремни все в таком стиле. Везде в таком стиле ремни, особенно к платьям-рубашкам. Вот предлагаются такого стиля ремни. Есть вот такие шорты тоже. Грубоватые. Я бы даже сказала, очень грубые. Невероятно грубая ткань. Не представляю, кто их наденет и куда. Тоже очень грубая ткань джинсовая. И такой вариант. А вот это обувь. На этот сезон босоножки. Видите? Тканевые. Достаточно тяжелые. Ну, это чуть-чуть полегче. Видите, какие. 60 долларов. Вот эти пиджаки льняные уже были. Это уже из позапрошлогодней, может быть, даже коллекции. 50 долларов. 70, извините. Вот в трех цветах представлены. Черные, зеленые и бежевые. Видите? Платье из такой льняной ткани, натуральной. Сейчас вообще много натуральных тканей. И я смотрю, и в интерьере мода такая же. Вот такие цвета, тона, натуральные ткани. Цвета природные, натуральные, пастельные. Все примерно одно и то же. Красивые джинсы. Посмотрите, вот что тут особенно. Защипы сделали, покрасили. И смотрите, как они смотрятся. Джинсы клеш. Красиво сделаны. Я уже не знаю, как они садятся, но красиво. Мне нравятся. Мне понравились. Стоят они 50 долларов. Плотная ткань. Тоже стиль повторяется, да? Только в пиджаке. Такие пиджаки 70 долларов, как курточки скорее, да? Пиджак, куртка, жакет. Называйте, как хотите. Накладные карманы. Видите, тема какая. Вот эти пиджаки в гуминала. Видите, вот все цвета представлены. Синие, белые, зеленые, оливковые, черные, розы, кремовые. Я взяла кремовый. Прекрасно садится. Приятное качество. Очень-очень понравился. Правда, одевать особо некуда. Но я брала, когда он только появился. Ну, очень красиво. Такой, как сарафан комбинация. Посмотрите, какой цвет. И это лен. Он смотрится просто потрясающе. 140 долларов. Ну, понятно, почему такая цена. Вот этот красный цвет я бы назвала ослепительным. Потому что он действительно ослепительный просто. Посмотрите. Вот это стоит 109 долларов. Боже мой. Посмотрите, что это такое. Платье. И так же есть юбки. Юбки такие. Такие платья. Кому подойдет такое платье. Не знаю, что за ткань. Но вот посмотрите, юбка колокольчиком немножечко. И она сделана так. Внутри нет подкладки. Но она как будто бы вот стоит. Красиво. Посмотрите, какое красивое сочетание. Вот этот морской стиль. Темно-синий с белым платьем. И здесь предлагаются вот такие красные яркие босоножки. Как красиво. Вот такой жакет, например, можно надеть. Очень красиво, конечно. Сочетание. Есть сочетания, о которых мы знаем. Но как-то про них забываем в какой-то момент. Тоже очень красивое платье. Посмотрите. Красивое. Стоит такое платье 70 долларов. На выход. А что очень даже. Сзади спина открытая. Немножечко так скромненько открытая. Хороша. Платье хорошее. Посмотрите, какая футболочка кокетливая за 30 долларов. Какая прелесть. Бантики-бантики. При стирке, интересно, не упадут. Обычная футболка. Тоже такие рубашки, которые, кому идут рука в реглан, мне не подходит реглан. А кому подходит, очень даже красиво. Видите, разные цвета представлены. Розовая. Гамма. Посмотрите, как. Что особенного? На белую футболочку приклеили, прикрепили, пришили вот такие штучки. И стоит она 29-30 долларов. Очень приятная рубашка. И ткань явно натуральная. Похожа на хлопковую ткань. Очень красиво смотрится. Стоит 48 долларов. Красивая рубашка. Ничего не могу сказать. Но она такая, по-моему, широкая немножечко. То есть, не приталина, а широкая. Ну, поняли. Обратите внимание на это розовое платье. Посмотрите, баланы, цвет. Сейчас вот модное платье-рубашки. Вот на такую девушку оно хорошо подошло бы. Она прямо рядом с ним оказалась. Я поэтому ее сняла, потому что это платье прямо-таки для нее. А вот это футболочки тоже вот такие. Видите? Посмотрите на это платье с бабочками. Вот на этот топ. Какая кокетливость. Очень оригинально. Вот платье оригинальное. Топ, я считаю, слишком много розочек. А платье интересно сделано. Кому подойдет, очень красиво будет смотреться. Смотрите, какие солнечные юбки. Просто вот солнечные. Другого слова нет. 29-30 долларов. Красота. Футболки уже очень яркие. Девушка просто перебивает фон хозяйки этой футболки. То есть хозяйка не будет здесь видно совсем. Дорогие друзья, хотела немного прокомментировать. Примерила кое-что. Вот это платье. Красивое. Материал невероятно колючий. Хотя очень тоненький. Вот это платье село красиво. Очень эффектно смотрится. Это платье я бы примерила большего размера. Хотя оно приятное. Очень легкое. Вот эти брюки сели неплохо, но они короткие. Очень короткие. На девушку невысокого совсем роста. И широкие. Вот эти брюки сели отлично, прекрасно скроены. Кому идут широкие, пожалуйста. И они достаточно длинные. Не слишком длинные. У меня метр семьдесят. У меня они вот с каблучком хорошо длинные. С каблучком. То есть, ну, два сантиметра от пола, примерно. Красивая юбка. Невероятно интересная расцветка. По бокам боковые швы плохо сделаны, неудачно, некачественно. В связи с этим она, ну, вот, еще хуже и сидит по бокам. Вот эта юбка примерила красивая, но мне не подходит такой фасон. Потому что здесь нужно, чтобы бедра были почти нулевые. То же самое могу сказать про вот эту юбочку. Сейчас покажу. Тоже бедра должны быть, на мой взгляд, хотя носила гораздо лучше вот эта. Я как баба на чайнике. Но у меня так выражены женские формы, так сказать. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы с вами скоро вновь встретимся в очередном блоге. Всего вам доброго. С вами была Илона. Пока.